МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА То есть, вы хотите, чтобы мы нашли вашу племянницу? Я правильно понимаю? Да. Вы узнаете эту девушку? Ну, это Соня. Работала в моем агентстве. А-а-а-а! Я передел! Еще водки. Вика? Вик. Вика. Кто здесь? Здесь кто-то есть? Здесь кто-то есть. Кто здесь? Я вас слышу. ГОЛОСА ГОЛОСА А вот так? Ну, была вчера. Одна похожа. О! Только прическа короткая. Слушай, а с кем была, не помнишь? Вот вымогатель, а! Так, ну, значит, была одна, а ушла с посетительницей нашей. Завсегдатой. А где эта посетительница живет, муж знаешь? Ну, ты… Слышь, мое терпение не железное. С кем ушла, я спрашиваю. Ты, я… Я не знаю, я такси вызывал. Адрес можно по диспетчеру узнать. Какое такси? Амиго. Серый. Да, кстати, телефон вернул. Да какой телефон? Телефон мне сказал. Телефон девушки, который тебе лежит под барной стойкой. Вот. Вот, другое дело. Отдам ей при встрече. Я понимаю, что, может быть, не один раз уже спрашивал, во сколько вы выходите? Мы в шесть. В шесть. Шесть часов, да. Привет. Идем, спокойно. Извините, извините. Все кругом затопнуло. Это местные постарались. Ну, хоть что-нибудь нашли? Ну, криминалисты все еще надеются что-нибудь найти. Хорошо бы. Так, ну-ка, держи. Ага. Аккуратно, товарищ. Следов не оставляет. Личность жертвы установили? Да. Гений. Генис Виктория Эдуардовна. Еще раз. Генис Виктория Эдуардовна. Девяносто первого года живет здесь неподалеку. В коттеджном поселке Журавли. Ну, что станем, поехали в эти Журавли? Смотри, открыто. Слушай, ты иди туда, я дом проверю. Ага. Хозяева? Есть кто? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Что это, Серега? Так. Догадывайся, это кровь. Похоже, кого-то влокли. Понятно. А там смотрел? Нет. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Серега. Слушай, по-моему, это одежда, алый Рокутовый. Значит, она была здесь. Так. Ничего не разберешь. Телефон какой-то. Нужно встретиться. Так, быстро. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А ну, стоять! Твою мать! А ну-ка, все на выход. Твою мать! Твою мать! Твою мать! Ну, тогда найдите свободную бригаду. Они мне сейчас нужны, а не вечером. Что у нас там со свидетелями? Свидетеля опросили. Никто ничего не знает. На работе сказали, что отпросилась и перенесла встречу, потому что приедут крыс травить. Ни в санэпидемнодзоре, ни в правлении поселка, ни в каких крысах никто ничего не знает. Нужно лед приложить. Закройся, Бабкин! Если бы вы мне сразу же рассказали о возможном местонахождении Рокуновой, ее подруга сейчас бы была бы жива. Послушай ты, майор, мы сами узнали о возможном местонахождении три часа назад. Вот. Что это? Жест доброй воли. Нашли, предположительно, в шортах Рокуновой. Ну, только, только не думайте, что в знак благодарности я сейчас вас отпущу. Даже не найдитесь. Едем в прокуратуру. За мной. Нанесение телесных повреждений средней тяжести полицейскому при исполнении. Ну, сюда можно присовокупить сопротивление при задержании, проникновение в чужое жилище. Ну и, в общем, так далее. Сереж, все, можешь не продолжать. Этого вполне достаточно, чтобы нас лишили лицензии. Плюс административные. Это при самом хорошем раскладе. Федотов в заднице и хочет на нас оттоптаться. Что у вас на Рокунову? Это допрос или мы без протокола? Ну, можем считать, что у нас мирная Потсдамская конференция. Подпишите. Отпускайте нас. Воспринимайте это, как жесть доброй воли. С чего бы это? Вы ищете Рокунова. Я вас отпускаю, вы ее находите. У меня три жертвы. Алла Рокунова имеет непосредственное отношение ко всем убийствам. То есть, серия? Да, серия. Мало того, что ЧП, так еще и эти магические знаки и проще. А вы хоть выяснили, что за знак? Магическая звезда. Охраняет от дьявола. Но главное, это ж у Миха в прессе. Окульпное убийство, сатанисты и так далее там. А вот поборники нравственности, наоборот, из этого потрошителя делают чуть ли не героя. Так, получается, обе жертвы, одинокие, незамужние, таскаются по барам. Значит, не носи имя ни юбку и тебя не изнасилуют? Самое страшное, что убийца может воспринять это, как знак поощрения. Значит, именно поэтому дело взяли под прокурорский контроль. И меня давят со всех сторон. Шаг влево, шаг влево и без погон. У вас руки развязаны, так что ищите Рокунову, дай бог, выйдем на убийцу. Что я требовалось? Рокунин. О, стажер из криминальных новостей. Здрасте. Антон Стоиновский. Мы с вами разговаривали на вечеринке. Здрасте. Помним. А вы в прокуратуру приехали по делу об убийстве женщин? Антон, мы в прокуратуру, так же, как и на вечеринку, приехали, чтобы познакомиться с девушками. Извините, у нас мало времени. А вы знали, что знаки, которые он оставлял на телах, в средние века рисовали на амбарах, чтобы избавиться от крыс? Что, они знали? А почему тут крысы? Да при том, Серега, Вика, Кеннис — первая жертва. Помнишь, дома одна осталась? А, потому что должны были приехать травить крыс? Да. Так что там по поводу знаков? Так, для начала выясним, откуда вы знали про знаки? Я тело видел. Что? Ну, мне знакомый санитар Моргеза полторы тысячи показал. Так, круто. А они еще удивляются, откуда утечка информации? Ладно, подожди. Конкретнее. Что про знаки? Ну, их использовали, чтобы отпугнуть крыс. А поподробнее? Ой, извините, мне в прокуратуру надо. Да. Вот застранец, а. В средние века крысы считались эмиссарами сатаны. Для их изгнания использовались знаки и заклинания, изгоняющие дьявола. Вот, посмотрите. Это гравюра четырнадцатого века. На ней изображен изгоняющий крыс. Посреди круга — ваша магическая звезда. На Руси тоже были крысоловы. Вот, здесь описан случай. А вот это что такое? Это крысиная королева. Коварное и мрачное существо это владеет силами человеческого ума. В его власти изменять свой вид, являясь, как человек, с руками и ногами, в одежде, имея лицо, подобное человеческому. Когда королева принимает человеческий вид, ты будешь говорить с ней, не зная, кто это. Если поймать крысиную королеву, она станет исполнять желания хозяина. Любые желания? По легенде, да. Поэтому лучшее средство против крыс — это кошка. А лучше кошки — лишь крысиная королева. Это крупная специально обученная крыса, которая убивает своих сородичей. Извините. Илюшин слушает. Хорошо, сейчас еду. Вы извините, нам нужно ехать. Спасибо. Этого достаточно. Я могу оставить эти материалы? Да, конечно, разумеется. Если что-то понадобится, всегда буду рад помочь. – Спасибо. – Спасибо. – Короче, я поехал к Перегорскому. – Зачем? Ему сейчас подгонят фотографии. Хочу посмотреть, вдруг что-нибудь выясню. А ты давай займись номером телефона. Каким телефоном? Как каким? Который мы нашли в письме у Аллы Рокуновой. Подожди. Там опять цифры было всего. Сереж, ну придумай что-нибудь. Да. Пойдемте, я вас провожу. Да-да. А в шестнадцатом веке был очень интересный случай. Мельник из Дендерпелла. Мельник из Дендерпелла. Так, он должен был очень интересный случай. Денегусь, я решила нашла, что этого не было, он не виновата, но не виновата. Я не знаю. Я не знаю, что это было. Дендерпелла. КОНЕЦ Кто здесь? Кто здесь? Кто здесь? Вы меня слышите? Что это такое? Ты куда ушел? Ты куда ушел? Алло, здравствуйте. У вас есть такая Алла Викторовна Рокунова. Рокунова. А, нет, да? Спасибо, извините. Рокунова Алла Викторовна. Нет? Спасибо. Извините. Сейчас, Сочи, подожди, не скули. Алло, вам знакома такая Рокунова Алла Викторовна? Нет такой? Извините. Так. Кость, ты чего? Ну… Почему ты молчишь? Ответь, пожалуйста! Что это такое? Почему я здесь? Выпусти! Это что такое? Господи, почему я здесь? Вы меня слышите? Ты глухой? Вернись! Так. А есть схемы места показа? Да, конечно. Вот, пожалуйста, бассейн, шатер. Спасибо, я понял. Ага, бассейн, шатер. Если Алла смотрит сюда… А фотографии с других точек есть? Да все в этой папке. Смотрите, ищите. Помогите! Верта, ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. Стой, тихо. Тихо. Так, 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 так… Это значит, мы… Ось… Ося! Девушка, простите, это моя собачка. Да? Ну что вы говорите? Ника. Ника. Ой, а как вы здесь? Здравствуйте. Здрасте. А я к вам шла. Ко мне? Это здорово. То есть, простите… Да ветеринар у меня здесь знакомый живет. Я вам версия лекарства покупаю. А вы здесь, по-моему, работаете где-то недалеко, да? Да, здесь рядом. А он вам рад? Да, я вижу. И он один. Да, я тоже. Я очень-очень рад. Да. Ну, как вы? Вы сейчас свободны? Ой, ну, я уже лет двадцать не женат. Сейчас, сейчас… Так, может быть, пойдемте с вами куда-нибудь? Ой, хорошо. Спасибо. Ну, вот. А, ну, пойдемте. А так… Ну, пойдемте куда-нибудь в ту сторону. Я там видела какие-то кафешки милые. Да, а я… А вы там? Да. Ну, пойдемте туда, Верда, пойдем. Да, ты там уставил. Ой, ося, ося, ребята. Ой, ося, ося, ребята. Простите, простите, как-то… Знаете, это было прекрасно, что у вас здесь есть ветеринар. Да. Ну, что? Как дела? Потихоньку. Может быть, кофе? С удовольствием, если можно. Ну, смотрите, он очень сладкий. Не знаю, пьете так вы? Спасибо. Пожалуйста. С удовольствием. С удовольствием. С удовольствием. С удовольствием. Ага. Ага. Так. 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 Давай, 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 давай! Я пошаю гонять голубей, так же, как и Веста. Стой. Так, Ось, знаете, а я хотел вам позвонить. Да что вы. Ну и что ж не позвонили? Да то одно, то другое. Суета какая-то. Это удивительно. Вы, наверное, не поверите, но я буквально дня два назад о вас думала. Представляете? Вот подумала, захотела вас увидеть и увидела. Да. Вот как бывает. Главное — верить. И все будет. Ой, простите, это… Это Люша. А, да-да, конечно. Да, да, Макар. Давай-давай-давай. Че, как у тебя с телефонным списком? Ты знаешь, в этом телефонном списке чего-то только нет. Школы, больницы, хлебопекарни, даже психиатрические. А о Бали Роконовой никто ничего не знает и не слышал. Тебя как дела? Нашел что-нибудь? Да у меня пока тоже ничего. Там фотографий просто тысяча. Слушай, Серега, я тут подумал, если ты закончил со списком, может быть, смотаешься в Вишневку? Куда? А, это где-то последнее тело начали. Давай-давай-давай. Давай. Слушай, подожди, там же ребята Федотова уже всех вроде опросили. Серег, я понимаю, но нам нужна Алла Рокунова. Ладно, хорошо. Я свяжу. Давай. Ник, извините, но мне в Вишневку надо съездить по делам. Простите, вы знаете, я так не люблю все это. Расспросы, вопросы. Вот. Да и вешки, вишняки, это вот, то есть как в Вишневка, не кстати. Сережа, вы опять не поверите, но я живу в пятнадцати километрах от этого места. Ух ты. Хотите, я могу с вами съездить? Потом забросите меня домой. Конечно. Это будет прекрасно. Да? Угощайтесь. А, да, спасибо. Кисловатые. А мне нравится. Ну, что? Нашли что-нибудь? Ну, что? Нашли что-нибудь? Возможно. Ладно. Нас сегодня хватит. Спасибо вам за помощь. Пожалуйста. Всего доброго. Поехали. Здравствуй. Здравствуйте. Ну что, вообще-то мы готовы? Нет, не видела. А это же ведь не та девушка, которую в лесу нашли? Нет, не та. Что? Тоже убили? А, надеюсь, что нет. А, ну не дай Бог. А то жуть что творится. У нас же поселок старый, все друг друга знаем. Спокойно, тихо у нас. Даже вон, дверь не запираем. У нас только одно событие было как-то за все время. Как-то зимой к Кудасову залезли бомжи, у него две бутылки коньяку выпили и барометр стащили. Вот событие было. Полгода обсуждали. А так, тишь да гладь. А тут такое. Ночами не спим. Ой, прости, прости, пожалуйста. Вот, работай. Прости, Твояна Митя. А вы в тот день или, может быть, накануне, видели кого-нибудь тяжелого? Да нет, я даже полиции вот, все уже рассказала, так же, как и вам. А это, вы тело обнаружили? Что вы, что вы, Александр Романович. Вот он, кстати. Вот он идет. Садись. Так, девочки, готовимся. Чего ты сидишь там? Одевайте ее. Вставай, одевайся. Ксюша. Что? Что это? Где? Сюда иди. Чего ты придуриваешься? Откуда это? Откуда, я спрашиваю? У тебя вся шея в синяках. Как ты на подиум выйдешь? Кто тебя разукрасил так? Никто. Упала. Упала? Ты просто упала. Молодец. Вовремя упала. Главное, нужно место. В следующий раз постарайся, пожалуйста, падать после показа, окей? Или дай я тебя поменяю сейчас? Ира! Ира! Игорь, давай на лучшее колье надену. Ну, надень колье и поживей там все, поднимайтесь уже. Да. Это Войтович тебе синяки не оставил, да? Да, совсем с резьбы слетел. Вчера ночью привезла мне наручниками к кровати. Я сбежала, почему мать родила, кто нас совсем убьет. Черт. Ты у врача-то хоть была? Да, говорит, все нормально. Черт, возьми трубку, а. Ну-ка, дай сюда нож. Отойди. А это ко мне домой. Где у вас здесь полотенца? Войтович, да? Звонит, названивает, прощения просит. Плакал. Говорил, такого больше не повторится. А когда вот это все дело, не плакал, нет? Жень, перестань, я и так все знаю. Ну, а какого фига не уйдешь тогда от него? Не могу. Мы разыскиваем девушку. Высокая, красивая Алла Роконова. Не знаю такую. А это имеет отношение к убийству? Возможно. Это ведь вы нашли тело? Я нашел, да. Мы пошли погулять. Пол пятого утра, знаете ли, мало кто гуляет. Гуляет. А тут человек. И странный такой. Стоит рядом прям со мной. Я сразу понял, что не местный. Но был бы местный, он бы сказал что-то, хоть пару слов. Простите, а откуда вы поняли, извините, что это он, а не она? Мужчины по-другому ходят, дышат. Это был мужчина. Молодой. Лет до тридцати. Неприятный такой. Вы знаете, даже, мне кажется, нездоровый. Было страшновато. Страшновато было. Серёж. Подожди. Ландоше, очень приятный аромат вам идет. Спасибо. Слушайте, ведь запах… Какой запах? От него шел сильный аромат яблок. И не просто яблоками, а антоновкой. Такой сильный, как будто, как будто он спит на ящике с этими самыми антоновками. Поехали. Слока. Слока. Продолжение следует... Слушай, стой! Скажи, что тебе надо от меня? А? Ну, не уходи, пожалуйста! Живи, Вики! Я не хочу, не надо! Нет! Что тебе надо от меня? Скажи! Ну, скажи, ну зачем я здесь? Ну, куда ты пошел? Поговори со мной! Я прошу тебя! Иди оставляй! Поговори со мной! Ну что, удалось узнать что-нибудь насчет антоновских яблок? В общем, я был в Темирядевской академии, разговаривал с завкафедрой садоводства. Он мне в том месте, где нашли дело, отметил на карте все совхозы, в которых выращивают антоновку. Так что надо будет проверить. Ух ты! Давай-давай-давай-давай! Ой-ой-ой! Да, спасибо! Спасибо, что подвез! Да. Несерт! Да, надо же, как погода испортилась! Да. Ну, хорошего дня тебе! Ник, спасибо! Я… Что-то больше любящая или кофе? Кофе! Ну, прости, прости. Ух ты! Где-то здесь, где-то здесь, а? А я тогда на дух комментирую это, да. Сейчас. Илюшин, ты не вовремя. Что? Ладно. Буду. Это… тут… Я позвоню. Ник! Это Илюшин. Я позвоню. Ох, ее… Ник! Заключение криминалиста. Следов нет, посторонних волокон нет. Страницы, вероятнее всего, скопированы из книги издания начала прошлого века. Какая-то легенда. Легенда о гамельском крысолове. Переведена с немецкого в 1902 году. Я проверил. Скопирована на ксероксе, выделены фрагменты, отмечены маркером. Маркер можно купить в любом канцелярском магазине или ларьке. С конвертом тоже ничего особенного. Ребята сейчас работают с фотографиями, но никаких зацепок нет. Почему я не удивляюсь? Вероятнее всего, убийца принес конверсант. Вот что этот крысолов хотел сказать, доказать. Ищет одобрение. Хочет, чтобы его поняли и, кстати, может быть, даже наградили. Можно уберу? Попроси своих ребят, пусть проверят места, отмеченные на карте. Может, в одном из них он и живет? Ну-ка, посмотрим. Спасибо. И что дальше? А ничего, Серега. Наше дело искать Аллу Рокунову. Вот и будем искать. Держи. Титов. Один из приятелей – девица из агентства Перегорского. Бывает в тех же местах, что и Пряхин – любовник Аллы Рокуновой. Получается, Рокунова знала его еще до того, как пришла в агентство к Перегорскому. Как раз, может, его она и испугалась. Там, на показе. Так что давай, вот тебе адрес Титова, места, где он может быть. Езжай, проверяй. Ну что, Ось, пора работать. Так, а я что буду делать? А я попробую разговорить подружку Титова. Не переусердствуй. Да, я слушаю. Добрый вечер. Да, я в курсе. Через час. Ну, да, конечно, я дома. Хорошо. Сколько вас будет? Да, да, я вас жду. Кто звонил? Папа у Даллы Рокуновой. Ее разыскивают, я же тебе говорила. Куда собрался? Яблочко хочешь? Ничего, не забыл? Иди. Ты что, издеваешься? Хватит. Окей. Стас, я же говорю, этого мало. Ты от передоза хочешь сдохнуть? Какой передоз? Смешной. Кто звонил? Ну, папа у Даллы Рокуновой, я же тебе говорила. Стас, ты что? Кто звонил? Хорош, Стас! Ну, что, походу, клиент подвесен. Ну, что, походу, клиент подвесен. Ты у меня что-то откажется? Да. Смотри, какие девки. Сейчас продолжим вечер. Че, понравились? Титов встречался в клубе с неким Новиковым. Ребята из наркоконтроля давно за ним следят. Да, что примчательного, Пряхин, ну, с которым Алла Рокунова жила. Да, 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 помнишь? Так вот, его взяли, между прочим, за наркотики. Подожди, подожди. Штырь Ситовым вроде куда-то собрались уезжать. Ругуляйся-ка за ними. Давай. Пока. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ага, вижу. Думаешь, за нами? Сейчас посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Это с Сивой на него работаешь? Я не знаю, никакого Сива. Ну что, ребят? Кто заказчик? Да Степаненко, Андрей. Кто такой Степаненко? Мент, дилер? Да он в банке работает, начальником кредитного отдела. Он думает, что его жена с тобой сменяет. Ребята, я себя сошла на такие проблемы. Да я откажусь от этого заказа. Никакой жены Степаненко я не знаю. Еще раз увижу, убью. Понял? Я понял, ребят, я просто… Валим. Ну? Ну? В общем так, Стрельцова в реанимацию, врач сказал, будет жить. Да, кстати, попросил тебя подписать. Ну, в итоге, что с ней? Отравление. Догадайся, чем? Тот же самый таксин, что и у остальных. Понятно. Папочку отдай. Держи. Подвезти тебя? Да нет, я своим трудом, спасибо. Ну, как знаешь. Так. Отечесell acoustic. Отечесhuman. Тонесizing подозрев cop. Оф-Рарик.